В последние недели в концертном зале Дзинтере будут выступать всемирно известные оперные и джазовые певцы, артисты театра и балета. Подробности у Скирмонта Бальчуты. Почетным гостем Юрмальского фестиваля стал всемирно известный тенор Александр Антоненко. Он выступил на концерте в честь открытия. Певец уверен, такое мероприятие следовало учредить уже давно. Если мы, латвийские музыкальты, участвуем, и Латвия создает продукт, который участвует, наши дирижеры дирижируют баварскими оркестрами, бирмингемским оркестром, бостонским оркестром, мы, певцы, поем метрополитен, ласкало, опера-стиль, везде мы поем, везде участвуем. Почему же страна, которая создала все это, она не имеет своего фестиваля? А в пятницу в Юрмалу приедут оперные певцы из России. На сцене концертного зала «Дзинтери» выступит тенора 21 века. Это уникальный проект оперной музыки, классика в современном исполнении. А также состоятся балетные, классические и джазовые концерты. Учитывая многожанровость мероприятия, даже собрали специальный юрмальский фестивальный оркестр. Главная особенность фестивального оркестра заключается в том, что он не является некой монолитной структурой, которая способна играть только в одном жанре. Это единица, которая способна сыграть много разных концертов за короткий период времени. Один вечер надо сопровождать балет, другой играть оперу и менские вальцы. Планируется, что юрмальский фестиваль станет визитной карточкой курорта. Он будет проходить каждый год и сохранит свою многожанровость. Пока его организуют при поддержке городской думы. Юрмальский фестиваль проходит именно в ту неделю, которая в концертном зале «Дзинтери» освободилась после ухода новой волны. Привлечение всемирно известных артистов стало возможным только при финансовой поддержке правительства и самоуправления. Мы не можем требовать от искусства, чтобы и от высокого искусства, чтобы это было самоокупаемо. То, что это окупается косвенным образом, я более чем уверен, потому что каждые такие мероприятия, они привлекают людей, привлекают артистов, привлекают туристов, которые в свою очередь посещают наши рестораны, останавливаются в наших гостиницах. И это развивает экономику не только города, а страны в целом. Организаторы надеются, что со временем Юрмальский фестиваль заработает себе имя, и его организацию на себя полностью возьмет частный сектор. Скирман Табачеты, Андрис Дамбурс, Сергей Заворотнев, телекомпания ТВ5. Прогноз погоды, новости экономики и спорта. Продолжение следует...